Ну и для начала хотел вас пригласить на свой резервный канал Электрохобби, который находится на Яндекс.Дзене. Если мои ролики будут удобнее смотреть именно на этом канале, то переходите, подписывайтесь, ну и следите за выходом новых моих видео. Ссылка на этот резервный канал будет в описании под этим видео. Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. В этом видео хотел вам рассказать, как можно узнать рабочий ток вторичной обмотки на неизвестном сетевом трансформаторе. Ну допустим, вы у себя нашли трансформатор, который хотите использовать для каких-то своих целей. Точно знаете, что его первичная обмотка рассчитана на сетевое напряжение 230 вольт. И даже если вы не знаете рабочее напряжение на выходной обмотке, на вторичке, то после подключения сетевого напряжения без проблем можно обычным мультиметром измерить напряжение переменное, которое входит со вторички, то есть выхода трансформатора. А вот измерить мультиметром, какой максимальный ток может выдавать эта самая вторичка, так просто не получится. И для этого, чтобы узнать вот этот максимальный ток, можно воспользоваться очень простой формулой. Чтобы узнать максимальный ток, который нам может обеспечить вторичная обмотка трансформатора нашего, нам нужно задаться плотностью тока, которая выбирается из этих единиц. И также предварительно нам нужно измерить диаметр вторичной обмотки, ну и после чего его сюда подставить. А далее уже нетрудно будет это все посчитать. Что касается плотности тока, он обычно берется в пределах 2-3 Ампера на миллиметр квадратный сечения обмоточного провода. Я думаю, должно быть понятно, что если мы, допустим, возьмем 2 Ампера на миллиметр квадратный плотность тока, то в этом случае выходная обмотка будет работать в более щадящем режиме, то есть у ней будет минимальный нагрев. И такую небольшую плотность тока целесообразно выбирать в том случае, если наш трансформатор работает, допустим, в замкнутом пространстве. Ну, допустим, он помещен в корпус, который слабо проветривается и охлаждается, либо же он в щитке каком-то находится, где также плохая вентиляция. Ну, естественно, что если мы нагрузим сильно нашу вторичную обмотку и тем самым увеличим плотность тока. То трансформатор будет перегреваться, что не совсем хорошо. Именно чтобы этот нагрев снизить к минимуму, то при расчетах просто уменьшается плотность тока. То есть мы при определенном диаметре провода просто не нагружаем сильно вот эту самую вторичку. Но в том случае, если трансформатор имеет хорошее охлаждение и не помещен в какой-то сильно герметичный корпус, плюс еще при расчетах допускается, что он может нагреваться до какой-то своей степени. Ну, конечно, не критической температуры, чтобы аж изоляция начала повреждаться. Но температура больше комнатной, все-таки допустимо. И в этом случае плотность тока берут побольше, конечно. 3, 3,5, а то и вовсе 4 ампера на миллиметр квадратный. И лучше всего в среднем брать 3 ампера на миллиметр квадратный. И сюда его подставляем. Далее берем свой трансформатор. Находим то место, где можно измерить диаметр вот этого провода намоточного. И просто измеряем. И в моем случае диаметр обмотки 1,2 миллиметра. Итак, в формуле стоит диаметр в квадрате. То есть, этот диаметр нужно умножить сам на себя. 1,2 умножаю на 1,2 равно. Далее умножаю на число π, то есть 3,14. И умножаю на плотность тока. Вот возьму троечку. И полученное значение делю на 4. И в итоге получаю, если округлить, то 3,4 ампера. Моя обмотка может максимальный ток выдавать. То есть, чтобы узнать максимальный ток, который мы можем получить на вторичной своей обмотке, нам нужно просто знать диаметр и плотность тока. Ну а плотность тока мы сначала берем 3 ампера на миллиметр квадратный. Все это подключаем, допустим, к нагрузке. Если при этой нагрузке и при этом токе, который мы посчитали 3,4 ампера, трансформатор будет себя нормально вести, то есть никакого перегрева не будет. Значит, вот этот ток еще немножко можно увеличить. Вторичную обмотку, допустим, нагрузить уже до 4 ампер. И опять же, смотрим на его нагрев. Если он в течение получаса, допустим, своей работой непрерывной, особо не перегревается, если есть какой-то там свой нагрев, ну пусть до 50 градусов или до 60, то, в принципе, это допустимый нагрев. И поскольку даже самый низкотемпературный лак на таких проводах обмоточных, он может спокойно выдерживать 120, а то и более градусов. Но поскольку сами трансформаторы также бывают разного качества, как самих материалов, так и своей сборки, то с виду два одинаковых трансформатора, но разного качества сборки, при одном и том же токе, один может слабенько нагреваться, а второй может иметь сильный перегрев. Допустим, в силу того, что у него очень большие потери на вихревые токи внутри сердечника. И тут, если вы заметили при работе трансформатора, что даже при плотности тока, допустим, в 2,5 ампера, трансформатор уже так нормально нагревается. То есть, естественно, эту вторичную обмотку надо меньше нагружать. То есть, плотность тока уже, допустим, 2 ампера на миллиметр квадратный. Но, думаю, смысл понятен. Если нам попался хорошего качества трансформатор, и при этом у него все условия для нормального охлаждения, то можно плотность тока брать побольше, 3,5 ампера на миллиметр квадратный. Но, зная максимальный ток, который выдает вторичная обмотка, и то напряжение, которое можно легко измерить мультиметром, можно ток в амперах перемножить на напряжение в вольтах и получить мощность в ваттах, узнавая уже рабочую мощность вторичной обмотки своего трансформатора, который имеется. И последнее, что стоит добавить, это если у вас вторичная обмотка не одна, а несколько, ну, допустим, 2-3, то, опять же, на каждой обмотке с разным диаметром провода вторичной будет разный ток. И для каждой обмотки, имеющей свой какой-то диаметр, этот самый диаметр подставляем в формулу и высчитываем ток конкретно для этой обмотки. Ну, а потом, если вы хотите суммарную мощность выходную посчитать, напряжение каждой обмотки умножаем на ток каждой обмотки, и в итоге все мощности от всех этих обмоток просто суммируем. Так что, в принципе, и все, что хотел сказать по данной теме. Ну, а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok